Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Три года без детской поликлиники. Как жители поселка Восточный отвоевывают свое право на медпомощь? Он около недели в центре Навалтайска замерз, и у него от задних лап просто уже мясо отваливалось. Жительница Навалтайска приютила больше ста бездомных собак на своей территории, но почему пока в ее приют летят только камни? И студенты, и школьники края смогут бесплатно ходить в театры на выставки по пушкинским картам. Что это такое и как получить пропуск в мир искусства? Технологии, которые мы заслужили. В Барнауле с самого утра обсуждают появление электронной колонки. Из нее можно набрать воду, но по карте. Это современное устройство, расположенное на улице Аванесова, 39. Правда, воспользоваться колонкой может не каждый, проезжающий мимо, как это было раньше, а лишь те, кто приобрел специальную электронную карту, сообщают в Барнаульском водоканале. На данный момент это 8 семей. Естественно, теперь вода в колонке только за деньги. Владельцы карты должны платить за потребленный ими объем. Пока устройство работает в тестовом режиме, полноценно его планируют запустить 1 сентября. Если умная колонка будет пользоваться популярностью, такие появятся и в других районах города. Правда, пока о популярности говорить не приходится. На наших глазах воду жители окрестностей набирали из обычной колонки, которая находится рядом и открывается обычным краном. А новый агрегат и его, как говорят специалисты, несложная инструкция по применению большого интереса на данный момент не вызывает. Ну а теперь к более серьезной теме. Дополнительные выплаты от государства получат 730 тысяч жителей Алтайского края. Речь идет о пенсионерах, которым на днях президент страны поручил разово выплатить по 10 тысяч рублей. Также по 15 тысяч рублей получат военные. Накануне стало известно, что выплачивать деньги начнут с сентября. Никаких заявлений для этого подавать не придется. Выплату будут производить местные органы пенсионного фонда. По оценкам Госдумы, из бюджета на это выделят более 500 миллиардов рублей на все регионы. Ну а с 1 сентября в России стартует гаражная амнистия. Это значит, что теперь в упрощенном порядке можно будет оформить право собственности на гараж и на землю под ним. Тема насущная. Таких построек по всей стране без документов миллионы. Передаю слово Анне Решагировой. И автомастерская, и склад, и даже место отдыха. Гаражи зачастую используют совсем не по назначению. Однако некоторые даже не имеют права пользования такими постройками. И таких гаражей без хозяина по документам в стране больше 4 миллионов. Амнистия позволит оформить незрегистрированный гараж и получить землю под ним бесплатно. То есть человеку выкупать ее у государства или муниципалитета не придется. Достаточно оформить на себя или стать арендатором. Гаражная амнистия выгодна как для граждан, так и для государства. Люди могут узаконить свое имущество и не бояться его сноса. А также участок можно будет продать, подарить или оставить в наследство. Если земля и понадобится властям для возведения жилья или строительства дороги, то тогда собственник получит компенсацию. А вот государство, если объект поставят на учет, сможет начислять налоги. К тому же станет понятно, кому принадлежат гаражи и кто несет ответственность за порядок на территории и безопасность сооружений. Амнистия возможна, если, например, участок для гаража был предоставлен какой-либо организации или образован из общей территории гаражного кооператива. Однако не всем владельцам с неоформленными правами на участке повезет одинаково. Некоторые гаражи не попадают под действие закона. Первое – это гаражи, которые капитальные. То есть вот ракушки, например, металлические гаражи, они не подпадают под действие закона. Второе – обязательное условие, чтобы этот гараж не был признан самовольной постройкой. И третье условие – чтобы гараж был возведен до введения в действие нового градостроительного кодекса, то есть до 29 декабря 2004 года. Чтобы оформить право на землю и гараж по амнистии, достаточно написать заявление на предоставление земельного участка. К нему нужно приложить любой документ, подтверждающий использование постройки. Это может быть даже квитанция на оплату комуслуг. Все бумаги можно подать в орган местного самоуправления, МФЦ или в Росреестр. Постановка участка на кадастровый учет и регистрация права на землю и гаража произойдут одновременно. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов, День с толком. Барнаульский микрорайон «Восточный» вот уже три года остается без детской поликлиники. Ее закрыли, а в Министерстве здравоохранения тогда заявили о недостаточной нагрузке на врачей. К тому же здание, в котором ввели прием, признали аварийным, жителям «Восточного» пришлось в буквальном смысле отвоевывать медицинское учреждение в шаговой доступности. Так будет ли на «Восточном» детская медпомощь, расскажем в сюжете. Здесь до 2019 года находилось отделение детской поликлиники, единственное в микрорайоне «Восточный». Однако здание признали аварийным, законсервировали, а пациентов направили на прием в медучреждение в пяти километрах отсюда. Для многих путь до проспекта строителей длиной в восемь остановок и с маленьким ребенком на руках оказался непростой задачей. У нас очень много детей здесь, от полутора тысяч и выше до восемнадцати. Людям стало некомфортно детей возить на вокзал. Поэтому люди у нас восстали, проводили митинги, всевозможные акции, протесты. Минздрав объяснял закрытие поликлиники недостаточной нагрузкой на педиатров. В течение года активисты писали посты в социальных сетях, обращались за помощью в СМИ и к депутатам. Как итог, решение о строительстве приняли, однако из-за нехватки финансирования сроки переносились. Но теперь здесь ведутся работы. Этот ФАП в большей степени социально-политический объект. И он состоялся благодаря активной жизненной позиции граждан, жителей района. Именно благодаря им здесь медучреждение сохранилось. Более того, губернатор Виктор Петрович Томенко принял решение построить новое помещение для филиала поликлиники. В основе здания площадью почти 100 квадратных метров металлический каркас, заполненный сэндвич-панелями. На данный момент на объекте ведутся работы над фундаментом, но уже на следующей неделе строители планируют приступить к возведению основы будущего ФАПа. Общая стоимость проекта составляет почти 13 миллионов рублей. Все основные земельные работы практически выполнены. Осталось благоустройство. Само здание монтируется за сутки, плюс еще потребуется два дня для того, чтобы накрыть крышу. Внутренние работы никак не зависят от погодных условий, поэтому осень нам не страшна. После открытия сюда вернутся уже знакомые детям врач и медсестра, что облегчит жизнь родителям. Теперь прием будет возможен в шаговой доступности от дома. Здесь будет находиться участковый врач-педиатр, здесь будет находиться участковая медицинская сестра, здесь же будет находиться прививочный кабинет. Здесь будет проходить прием ребятишек, то есть это дети до года, это дети больные, болеющие, то есть с профцелью. Здесь же будет проходить вакцинация ребятишек. Строительные работы должны быть окончены до 30 сентября. За ними последует процесс лицензирования и оборудования ФАПа. Будут закуплены медицинские инструменты и мебель, перемещена картотека. Первые осмотры и приемы на Восточном пройдут уже в декабре этого года. Ежедневно врачи смогут принимать около сотни маленьких пациентов. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Через три года там будет нет ни город-сад, а новая поликлиника. Речь идет о зональном районе, где жителей до сих пор лечат в здании, построенном в 1932 году. То, что оно не соответствует современным требованиям, всем давно понятно, но только сейчас в рамках краевой программы модернизации первичного 12-го хранения появилась возможность отремонтировать ряд строений местного больничного городка и построить новое для поликлиники. Подробности в сюжете. Я 28 лет здесь работаю. Примерно в одних и тех же условиях. У нас бывает, что во время дождя и с потолка капает. Не обращать на это внимание сложно, но ситуация такова. Надежда на новое здание была, когда в свое время район попал в программу 80 на 80. Но из-за недостатка финансирования, долгожданного и для врачей, и для жителей события тогда и не случилось. Все мы видим эти обшарпанные стены. Хотелось бы, чтобы здесь было почище, покрасивее, свежий ремонт. Кстати, ремонт уже ведется. В больничном городке Зональной ЦРБ сейчас ремонтируют здания терапевтического и детского отделений больницы. В прошлом году обновили детскую поликлинику. Готовятся здесь ввести в эксплуатацию и новое оборудование. Рентгенограф, флюорограф, мамограф. Их установят уже в отремонтированном здании больницы. То есть они полностью делают отделение лучевой терапии, полностью отдельно. Как ведутся работы, приехали посмотреть спикера КЗС Александр Романенко и замминистра здравоохранения региона Владимир Лещенко. Глава краевого парламента уверен, поликлинику надо строить на месте старого здания, чтобы сохранить медицинский городок. По словам Романенко, это удобно. К тому же подобные есть во многих районах региона. Действительно нужно компоновать наше лечебное учреждение, чтобы это было и доступно, и комфортно населению, и удобно работать медицинским работникам. Мы, краевые депутаты, формируем в целом краевой бюджет, в том числе и участие региона в реализации наших федеральных программ, национальных проектов. Что касается краевой программы по модернизации первичного звена здравоохранения, то в ее рамках построят 130 объектов в 93 медицинских организациях. Средства на ближайшие годы уже выделены порядка 5 миллиардов рублей. Замминистра региона назвал такую работу вторым дыханием здравоохранения, ведь после объектов краевого значения теперь основное внимание сельским, ФАПам, поликлиникам, амбулаториям. Особенно еще что радует, что это не замкнутая такая вот перечень мероприятий, а актуализация программы проходит ежегодно. Вы понимаете, что потребности растут, нарастают, то есть абсолютно адаптированы к потребностям в реальном здравоохранении. Новую поликлинику в Зональном ждут все, и главный врач ЦРБ, наверное, больше других. Ведь принимая на работу в этом году двух новых терапевтов, остро стоял вопрос, где их разместить. Мы входили в программу 80 на 80, но было облегчение программы по финансовым проблемам, и мы, к сожалению, из этой программы плавно вышли. И вот сейчас это повторный вход при Викторе Петровиче, надеюсь, что последний. Татьяна Голубева, День с толком. 3 миллиона рублей получил реабилитационный центр для детей и подростков Журавликино, новое оборудование. Его приобрели по федеральной программе в рамках проекта формирования комплексной реабилитации инвалидов. Новое оборудование повысит качество доступности социальной адаптации для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Уже поступил специальный комплекс массажеров для восстановления и укрепления суставов рук и ног. Кроме этого, в ванной комнате установили мобильный передвижной подъемник. Ну, конечно, мы давно нуждались в этом оборудовании. В прошлом году, когда открыли мы этот новый корпус, он достаточно доступен в плане, потому что он по-современному оснащен. Но, тем не менее, многие вещи, такие вот, как подъемник сегодня демонстрируемые, они были очень необходимы. И вот, к счастью, федеральная программа позволила нам его приобрести. Добавим, что на сегодняшний день лечение в краевом центре «Журавлики» проходит 100 человек. Такой центр в Барнауле появился благодаря государственной программе «Доступная среда». Кстати, в этом году в рамках проекта в Алтайский край поступило почти 25 миллионов рублей. Больше ста собак приютила у себя на территории жительница Новоалтайска. Наш телеканал уже частично освещал эту тему год назад. Но тогда под прицелом камеры оказались люди, которые жаловались на собачий лай. Сегодня речь пойдет о хозяйке приюта Ольге Камневой. Женщина пытается создать единственный в городе приют для животных, но пока безуспешно. Подробнее о душевной широте расскажет моя коллега Валентина Аскирова. Он около недели в центре Новоалтайска замерз. И у него от задних лап просто уже мясо отваливалось. Слабонервным здесь не место. В приюте Ольги Камневой душесчипательных историй больше сотни. У пса по кличке Чеп сорвали скальп. У этой пока еще безымянной собаки онкология. Да еще и хозяева выкинули ее из машины на полном ходу. Примерно 6-7 лет мне было, когда была моя первая бездомная собака, которую я подобрала, притащила домой. Вот тогда у нас была небольшая квартира, мы жили с мамой и с младшим братом. Брат у меня таскал кошек, я таскала собак. Вот, ну короче, мама горя хапнула с нами в детстве. Ольга выросла, а желание помогать животным никуда не делось. В своем доме содержала десятки собак. Потом с мужем занялась бизнесом в промышленной зоне города. Места много, приютить собак получилось гораздо больше. Правда, помощь четвероногим обходится Ольге и ее супругу в копеечку. Сотни тысяч. Сотни. Не десятки, сотни. Я вам сейчас примерно накидаю. 126 собак – это 126 мешков сухого корма. У вас есть такие деньги каждый месяц находить? Мы работаем. Ну вам же хочется, наверное, на себя тратить. Хочется. Но пока как бы на себя, маленько отодвигается. А еще на плечах у Ольги стерилизация, лечение. Обустройство одного только вольера – 30 тысяч рублей. А здесь их 30 штук. И при всем при этом присвоить официальный статус «приют» этому месту передержки юридически невозможно. Он находится в промышленной зоне. А ведь Новоалтайск остро нуждается в приюте. В Новоалтайске это проблема, это катастрофа. В принципе, наверное, как в любых маленьких городах. То есть, если в Барнауле есть приют «Ласка», то приют «Ласка» работает только по Барнаулу. То есть, границы Новоалтайск, Первомайский район – все. Он не затрагивает ни в каком виде. То есть, в Новоалтайске нет приюта. Возможно, говорит Ольга, власти все-таки найдут землю под приют. А пока неравнодушная женщина все тянет на себе. Хоть иногда кто-то и помогает деньгами, едой для животных. Кстати, Ольга отдает питомцев и в добрые руки. В месяц забирают 20-30 хвостов. Но подбрасывают новых, а вольеры не резиновые. Зоозащитница надеется, что люди все-таки начнут забирать не только здоровых и красивых, но и животных с особой судьбой. Им тоже нужна семья. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. С 1 сентября студенты и школьники смогут бесплатно посещать театры и музеи по пушкинским картам. Их можно будет оформить на портале госуслуги. Как можно воспользоваться картой и кто имеет право на ее получение, расскажет Анастасия Болотина. Пушкинская карта – бесплатная духовная пища даже для самого бедного студента. С 1 сентября все учащиеся страны от 14 до 22 лет смогут оформить пушкинскую карту, которая позволит посещать все культурные учреждения за счет бюджетных средств. Номинал карты – 3000 рублей. В правительстве страны решили – это хорошая мера поддержки для работников в сфере искусства во время пандемии. Например, в 2020 году только алтайские театры потеряли 60% зрителей. Ажиотаж не случился и после снятия ограничений весной этого года. Вы знаете, мы надеемся не только на эту возрастную категорию, не только студенты и ученики. Мы все-таки рассчитываем, что они станут неким катализатором для своих, возможно, ближайшего окружения, для своих родственников и будут привлекать к совместным походам, может быть, своих младших сестер, братьев, либо более старшее поколение. Поэтому я думаю, что благодаря этой карте охват зрителя, конечно, увеличится в целом. В 2022-м баланс карты увеличат с 3 до 5 тысяч рублей. Об наличии деньги нельзя, накопительной функции тоже нет. Неиспользованные в течение года средства вернутся в бюджет. Но вряд ли студенты упустят возможность бесплатно сходить на премьеру или выставку. Билеты достаточно дорогие, особенно те концерты, на которые хочется. И поэтому приходилось иногда от чего-то отказываться. Поэтому карта – это спасение. На моей памяти это такой первый проект в России. Я очень люблю ходить в театр, но иногда билеты достаточно дорогие, и для студентов не всегда есть какие-то скидки. На концерты я вообще и в театр никогда не ходила за свой счет, потому что денег мне не хватало. Поэтому я очень рада, что у нас появляется такая возможность. Такая возможность теперь есть и у школьников. Мне кажется, это уникальная возможность, так как не у всех семей есть возможность тратить деньги на то, чтобы ходить классом куда-то. Многие дети из-за этого, в принципе, нигде никогда не бывали. А так практически все школьники, вот с 14 лет, они могут посетить музеи, театры. Доктор Гипс входит в дом. Все в порядке? Да! Родина, как кошка! Кстати, репертуар по пушкинской карте ограничен. Все спектакли и выставки будут направлены на патриотическое воспитание. План мероприятий появится на портале культура.рф. Всего на пушкинские карты выделят более 4 миллиардов рублей. И потенциальными смогут воспользоваться около 13 миллионов школьников и студентов по всей стране. Анастасия Болотина, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. И к другой теме. Впервые в истории края мини-футбольная команда «Алтполитех» вышла в высшую лигу чемпионата России. Для того, чтобы подготовить игроков к соперникам нового уровня, в Парнаул специально был недавно приглашен Сергей Малышев, обладатель Кубка УЕФА и финалист чемпионата Европы. Ребята умеют играть в футбол. Самое главное, умеют играть с мячом. Как я иногда говорю, с мячом на «ты», а не на «вы». И поэтому здесь только тактическая часть перестроения игры в мини-футбол на малой площадке. Для этого футболисты тренируются пять раз в неделю. Однако, несмотря на выход в высшую лигу, площадки, которая бы полностью соответствовала требованиям этого вида спорта, в городе нет. Зачастую не подходит покрытие или размеры. Также алтайский мини-футбол испытывает проблемы с кадрами, поэтому в планах руководство клуба создание детско-юношеской школы. Команда и тренерский состав надеются на помощь Министерства спорта. А пока они приглашают зрителей на свои первые матчи в высшей лиге. Игры состоятся с 10 по 12 сентября в спортивном комплексе «Победа». И к другой теме. Лоси в городе. Точнее, замечен один, причем не в лесной зоне, а в парке Изумрудный. Животное абсолютно спокойное. Все потому, что это арт-объект. Называется он «Лось в ленточном бару». Вокруг скульптуры сейчас высаживают деревья. Они, по задумке авторов проекта, будут напоминать участок леса. А тем временем в аккаунте парка ждут имен для лося. Придумать может любой желающий. Авторы лучших вариантов получат призы. Как бы вы назвали лося, пишите в комментариях. Я напоминаю, для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Смотрите нас на 22-м канале и в соцсетях. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. До встречи в эфире.